С забастовки к офису Платона забайкальские дальнобойщики, бастующие против платы за тонны, в региональном представительстве компании расторгают договоры. Бортовые устройства, которые сегодня сдают водители, устанавливаются во всех грузовых машинах массой свыше 12 тонн. Устройство, как оно вообще работает? Оно подключается в прикуриватель в автомобиле. Как только транспортное средство выезжает на федеральную трассу, оно начинает считать километры и, соответственно, списывается расчетной записи денежные средства. Штраф за езду без такого устройства составляет 5000 рублей. За повторное нарушение – 10 тысяч, но обастующих это, похоже, не останавливает. Я просто не вытяну эту плату за эти дороги, уже начинаю распродавать все дома, чтобы выжить в этой ситуации. Заработаю я миллион в год, заплачу тут 300-500 на запчасти. На год разделите на 12 месяцев, 15 тысяч на семью. Вячеслав Брезгин за баранкой 10 лет работает с Китаем. Перевозит фрукты и овощи. Если рубль 50, то это где-то 150 тысяч в год я теряю. Плюс к тому, что я плачу акциз. Акциз тоже выходит где-то 40 тонн я сжигаю в год. Получается по 7 рублей, если я не ошибаюсь, акциз, получается 280 тысяч я плачу уже. Плюс транспортный лог 20 тысяч, плюс пенсионный. Напомню, что ранее водителям большегрузных машин за пройденный километр федеральных дорог плату хотели поднять до 3 рублей 6 копеек. Но правительство России приняло решение сохранить льготный тариф. И с 15 апреля ставка повысится только на 25% и составит 1 рубль 90 копеек. Перевозчики же добиваются полной отмены системы Платон. С этой просьбы около 300 водителей подписались под обращением к президенту Владимиру Путину. Екатерина Гаврилова, Николай Шунков, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ.